Приветствую вас. 84 года назад началась Вторая мировая война. Но эксперты и умные люди четко заметили, что современная Россия и фашистская Германия это то же самое. Да, действительно, на сегодняшний момент современная Россия это чисто фашистское государство. Ну а Путин, второй Гитлер, закончит так же самое. Обращаю ваше внимание, мало кто знает, что вообще-то Гитлер очень сильно болел. Очень сильно. Во многих случаях то, что вы там видели и так дальше, это действительно давалось, ну как бы сказать, были моменты, когда он был в ужасном состоянии, его приводили, вытаскивали на трибуну, после этого забирали и никому не показывали. То же самое с Путиной. Он полное ничтожество. Да, действительно, время от времени он позволяет себе, ну как вам сказать, очень сильно сдать. Я понимаю, это эффект возраста, эффект, конечно, ну такой интеллекта, но действительно, наверное, если вы обратили, был такой сбойчик небольшой, когда он выступал типа на Бриксе и оп! Оказывается, он говорить не может. Да, он давно уже говорить не может, давно в ухо. То есть, грубо говоря, его выступление монтируется. Мало того, очень часто он так сильно глючит, что приходится несколько раз подделывать. Да? Что есть, то есть. Но! Давайте сравним фашистскую Россию и фашистскую Германию. Точно-точно. Фашистская Россия напала на Украину под предлогом, что Украина хочет напасть. Вы сами понимаете, Украина не собиралась нападать. Тем более, обращаю ваше внимание, это Россия оккупировала Крым в Украине. Это Россия напала на Украину. Россия вела свои фашистские войска в Донбасс. Да, да, да. Но не Украина. Украина как раз не нападала. Но! Путин, Гитлеры, Гитлеры, ты как же, как же, прекращать эти гнылые разговоры про русскоговорящих. Закатать в асфальт всех, кто не любит Украину. Есть Россия. Вот туда катитесь. Любите. В Украине все любят Украину. А подонки нам не нужны. Поэтому причинив все эти доводы. Мы защищать. Не надо их защищать. Нравится жопа Путина в Россию. Или же там жопа Путина. Пока не сдох. А если тебе нравится Украина? Шикарная страна. Замечательно. Да, тут кое-кто говорил, а что в Украине? Знаете, в Украине довольно хорошая ситуация с экономикой. Несмотря на время. Так вот, смотрите. Фактически Россия, фашистская Россия, сделала так же само, как фашистская Германия. Ну, понятно, что время подзабылось. Но, когда Гитлер начал Вторую мировую войну, он тоже объяснял, почему он напал на Польшу. Потому что Польша хотела напасть на Германию. Ну, помню, там, провокации возле радиостанций и так дальше. Ну, да, все это было. Причем уже прошло время, все знают, что это была частейшая провокация спецслужбы Германии. Никакого нападения польских спецслужб или вообще польских армий не планировалось на Германию. Но, Гитлер напал защищать. То же самое. То же самое говорит беззубый щенок Володя Капутин. По этой причине фашистская Германия, фашистская Россия, точь-точь. Причина нападения та же сама. Агрессия, жадность, авчность. И закончить так же сам. Говорите, почему я говорю, что Россия проиграла? А почему фашистская Германия проиграла? Вы поймите, фашистское государство всегда проигрывает. Оно начинает, а потом проигрывает. По этой причине, да, действительно, Россия проиграла. А что вы? Не, неужели вы думаете, что если кто-нибудь в 1931 году Гитлер сказал, что Германия проиграет? Да нет, невозможно. А в 1945? Не, ну правда надо дать должное, что уже когда в 1945 было понятно. Причем тоже аналогия. Гитлер сидел в бункере. И Путин сидит в бункере. Правда? То же самое. Ну, еще, скажем, не в 1945, но сидит в бункере. В бункере прячется. Причем, действительно, Гитлер до такой степени досиделся в бункере, что на каком-то этапе, ну, как бы... Ну, очень надо было ее хотя бы немножко на свежий воздух. Уже было критически стоять. Ее так вывели, но он так все боялся и убежал, что называется, на две минутки. То же самое с Путином. Обратили внимание, сейчас же сплошные двойники. Он уже боится, даже самые такие примитивные используют постоянно двойников. Они чаще всего такой... Проколок сплошные. Да, да, да. Да, он ужасно боится. Действительно сдал очень сильно. Что есть, стоит. И вот здесь, в бункере, то же самое. То же самое с Путином. Ну и дальше, вы не хуже меня знаете, что фашистская Германия, что у нас всегда объясняла, что нам нужны просторы, что Германию обижают. Самое интересное то, что тоже Гитлер постоянно объяснял, что самые злейшие враги это кличане, французы, это Европа, которая хочет уничтожить великие идеалы Германии. То же самое говорит без зуба щеноколодька. Путин. Вот там Европа хочет уничтожить, напасть НАТО. Так кому мы нафиг нужны? Кто же нападать собрался? Да, Россия напала. Друге дело, что сейчас ее будем уничтожать, это факт. Ну, поймите, какая цель мирового сообщества? В свое время уничтожили фашистскую Германию, как фашистское государство, сейчас уничтожат фашистскую Россию. Зачистят, выстроят и... Ну, вы же знаете, что Германия сейчас защитилась. Да? Какая? Не фашистская. То же самое будет и с Россией. Да, мы зачистим ее. Да, уничтожим. Да, российские фашисты будут уничтожены раз навсегда. Но будет создана новая Россия без фашистов. Вот это вот цель. И это будет сделано. Не переживай. Ну, вообще, по большому счету, Митлер тоже очень наделался. Ну, возможно, вы слышали, возможно, вы слышали, там, тысячелетний рэп. То есть, он исходил с точки зрения, что созданное им фашистское государство будет считать тысячи лет. Да, да, это его слова. Что говорит беззубый щенок Володька Путин? Великая Россия! Все усрались! Она будет... Нет, не будет никакой России. Не будет. Как есть тысячелетний рэйх. И Россия не будет! Нет! Во-первых, она не может существовать. Это не страна. Это мерзкое подобие страны, где живут подонки, мерзавцы и идиоты, которые лижут в жопу Путину. Те, кто не лижут в жопу Путину, это вот настоящие жители Российской Федерации. Вот с этими и будем строить новую Россию. А все, кто лижут в жопу Путина, уничтожат. А как? А что они хотели? Лижут в жопу! Уничтожат. Все реально просто. Так что да, такая судьба ждет России. Фашистской Германии и, соответственно, фашистской России. Да, обращаю ваше внимание, что тоже, тоже, тоже время от времени, ну, понятно дело, Гитлер рассказывал про великие успехи германской армии, что все захватили. После этого что было? Так что беззубо щено, когда вам рассказывают, что российская армия успеха... Это все ложь. Обращаю ваше внимание, Гитлер ни разу, ни разу не заявил о поражении германской армии. Даже в 45-м году, когда вы все... Нет! То же самое, беззубо щено. То же самое. Он всегда рассказывает о победе. Какие победы, ребята? Победы нет и быть не может. Фашистское государство не может победить. Неужели вы думаете, что если собрать даже эту ораву людей, выдать им палки, то они на что-то способны? Ну, умоляю. Между нехожем я, понимаете, что несмотря на бесконечную мобилизацию, несмотря на то, что громадных людей жмут на убой, больше, больше, больше победы. Да, на сегодняшний момент, вы же понимаете, что был действительно момент, когда было такое мнение, что ПВО России не позволит. Сейчас взрывы в Москве стали закономерен. Так это только начало. Производство уже дронов больше, больше, больше. Так что, вы сами понимаете, что на каком-то этапе будет, опять же, как с фашистской Германией. Мало кто знает, что в самом начале войны Берлин не бомбили. Нет, действительно, мало кто был и случай, когда бомбили Лондон, было, Москву бомбили, было, спорили, а Берлин не бомбили. Ну, по ряду обстоятельств, ну, не было возможности. И по этой причине действительно такое было мнение у жителей, да, фашистская Германия, Великая Германия, вот, Лондон бомбили, Париж до этого там потрощили, Москву бомбили, а Берлин нет, святой. А потом, да, 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 а потом уже было все. Вот то же самое же идет и в Москве. То есть, понимаете, вот этот миф, что нет, уже не работает. Да вы сами видите, ПВО не работает. Да, причем, что в Москве, что представляете, какое ПВО? Это же самое, самое лучшее ПВО, ну, лучше не бывает. И оно не срабатывает. Вот такая ситуация. Так что, да, фашистская Россия. Есть фашистская. Ну, поймите, само общее понятие фашизм, это же породили, ну, можно сказать, большевики. Вы же не забывайте, что в свое время, ну, слово фашист, это не Гитлер, это Муссолини. Муссолини в свое время был социал-демократ, очень хорошо дружил с российскими социал-демократами. Есть очень много, ну, как бы, исторических дискуссий. Встречался ли Муссолини с Лениным? Понимаете, какая ситуация? Ленин в своих работах может где-то и писал, но, скорее всего, эти работы были уничтожены. Да, на сегодняшний момент в собрании сочинений Ленин вы не найдете текста про Муссолини. При этом, ну, понятно, что есть, как всегда, исторические факты, да, и про испорь, что Ленин встречался с Муссолини, и вообще, у них были общие идеалы. По ряду обстоятельств Муссолини переграл, сделал фашистскую партию, ну, а Гитлер же, это что называется, взял копию. Обращаю ваше внимание, что партию Гитлер называл национал-социалистическая рабочая партия Германии. И, знаю, было красной, ну, как в Советском Союзе. Все то же самое. И вообще, по большому счету, многие историки говорят, что это Коминтерн практически дал возможность Гитлеру притекула. Все это право. Это точно. По этой причине, да, действительно, два диктатора, Сталин, Гитлер. И, так как на сегодняшний момент, ну, Путин пытается выглядеть, как Сталин, да, чисто фашист. И чисто фашист. И политика ее фашистская. Напасть, охватить, ограбить. Но, история исправляет ошибки. И так как, в свое время, история уничтожила фашистскую Германию, теперь Украина. И даже мировое сообщество уничтожит фашистскую Россию. Так что, да, есть 84-я годовщина начала Второй мировой войны. А сейчас есть строгая годовщина, точнее, дата начала Третьей мировой войны. Это 24 февраля 2022. Но будет еще дата победы мировое сообщество над фашистской Россией. И тогда все поданки, все мерзавцы, которые сейчас лижут в жопу Путину, будут кричать, а мы не лизали в жопку, мы думали, что эта жопка не Путин. Нет, ответите за все. Лизали в жопу к стенке. Будущее России такие поданки не нужны. Нужны нормальные люди. И они есть. Которые сейчас даже фашистской России жопу Путину не лижут, а помогают украинской армии совершать диверсионные операции, взрывать заводы и военный объект. Вот это настоящие жители России. Вот это настоящие русские. Вот это будущее России. Все остальные поданки мерзанцы. Катарах на зачист!